Дорогие друзья, с вами Виви и у меня для вас коротенькие Виви новости. Они будут состоять из трех всего лишь Виви новостей. И первая из них это как раз таки твич рекап, который был разослан всем абсолютно пользователям твича, которые указали имейл и поставили галочку, что они хотят получать от твича иногда послания. Твич рекап интересен тем, что это, по сути, ваш анализ вашего аккаунта за последний год. В моем же случае, как вы видите, я любитель посмотреть Тайлер Вана на это было дабллифта. Как ни странно, твич ревелса и вудуша. Но с дабллифтом я потом все же осознал, в чем это связано. Связано с тем, что я смотрел чемпионат Америки по Лиге Легенд и его рестримил дабллифт вместе с Метеусом и с Никой. Я почему-то смотрел это от дабллифта, а нет с Никой, а от Метеуса. Твич ревелс мы с вами вместе комментировали. Ну а вудуша я иногда, даже когда заканчивался эфир, шел смотреть Героев Меча и Магии. От него третью часть, как раз ту самую Хоту, где идет сражение против других людей. Я обещал, что в этом году ее постримлю. Но у меня еще три года, три дня есть еще в запасе. Может быть постримлю, а может быть и нет. Топ моей категории, которую я смотрел, это Лига Легенд, Джаст Чатинг и Дота 2. Сразу вам скажу, что четвертое место там было у меня Нью Ворлд. И пятое было Герои Меча и Магии 3. Мне очень нравится, как красиво у меня мои эмоции распределены здесь. Это мой NFT Рева. Это тот самый смайл, который я сам рисовал на канале во время прямого эфира. Потом идет такое... Ой-ой-ой. Дальше идет... А потом идет 26 сантиметров, конечно же. Ну и дальше, ага-ага, рассказывай про свои 26 сантиметров. Смешно получилось. А какой у вас твичерякап, ребят? В группе ВК будет розыгрыш проводиться на эту тему. Если у вас есть в списке я, в топ-вотчет каналов, то вы можете поучаствовать в розыгрыше приза от меня. Просто надо будет выложить в группу ВК как раз-таки картиночку. Почему они на Ютубе это разыгрывают? Ну, потому что здесь нельзя картиночку выложить. Все банально. А там можно будет это как раз-таки приложить к комментариям. Но если у вас там, например, ВК заблокирован, можете написать мне куда-нибудь в личку и сказать «Виви, у меня тоже есть рекап, и ты там есть». Я вас туда в этот список закину. И в новогоднюю ночь мы эти призы вам разыграем и раскидаю вам ваши социальные сети призы. Если вы, конечно же, выиграете. Следующая новость, ребят, она касается корейского сегмента ЛЦК. ЛЦК Варс проводился в 2021 году, в котором выиграл почти все себе Шоумейкер. Если мы посмотрим на вот этот вот результат, то Шоумейкер был признан лучшим игроком года. Его команда практически целиком была признана лучшей командой года. Кан Каньон Шоумейкер, рулер, правда, вместе с Керрии, на Ботлейне. Лучшим игроком весеннего сплита был признан Каньон. Лучшим игроком летнего сплита был признан Пенат. Лучшая команда Spring Split – это та же самая команда, которая лучшая команда года, но вот летом почему-то Кина и Пената добавили. А, еще Дайок Дам здесь тоже появился. Лучший тренер – это Кома, как раз и тренер команды Дам Вон Кия. И Rookie of the Year – это новичок сезона, игрок Крока, которого мне не удовелось посмотреть его ни одну игру, поэтому ничего про него сказать не могу. Также еще спонсоры раздавали разные призы, в зависимости от того, какую статистику игроки набирали. Лучший игрок по золоту оказался Рулер, не потому что он золото Элла, а потому что больше всех золота зарабатывал. Лучший игрок, который заимпрувился, который улучшил свой уровень игры относительно прошлого года – это Фейкер, как ни странно. Лучший КДА игрок – это Шоумейкер. Лучший ТикТокер – ну, имеется в виду тот игрок, который набирал лучше всего хайлайтов – это был Песик. Самый запоминающийся Лисин – это почему-то Доран. Я до сих пор не понимаю, но, видимо, когда Лисин играл на топе, Доран там себе набрал этот титул. Лучший кайтящий игрок, то есть уворачивающийся от всего – это Гост. И лучший Пентакилл в этом году тоже сделал Гост. И все бы хорошо, только я вот смотрел на эту картинку, пытался найти здесь Фейкера, потому что это все, кто здесь приглашены. И помогите мне найти Фейкера, потому что я в этой мини-игре потерялся. Если спереди я всех игроков узнаю – вот он Туткан, вот он Шоумейкер, вот он у нас Мистер Пинат, то Фейкер – это вот этот парень? Либо Фейкер без очков – вот этот парень? Может быть, Фейкер… Ну, не знаю. Помогите мне его найти, потому что я делал предположение, что это вот он, но похоже вообще на Кузю, но Кузя нет представленного здесь. Если это Фейкер, то его посадили в угол. Обидно, наверное, Фейкеру. Ну и главная новость, которая сегодня должна была быть. Она сегодня появилась. Сегодня я про нее хочу вам рассказать. И почему же я ее не выложил в отдельный ролик в следующем году? Потому что это новость от сегодняшнего дня. И хотелось ее рассказать в 2021 году, чтобы потом к этому не возвращаться. Вашингтон-Пост выкладывает информацию о том, что Riot Games согласились заплатить 100 миллионов долларов за гендерную дискриминацию. Ну, женскую дискриминацию. Давайте сразу русскую версию вам открою. С какого-то сайта взят уже просто перевод. В 2018 году сайт Кота Ку провел свое расследование, которое доказало неоднократное нарушение прав сотрудниц со стороны компании Riot Games. Ай-яй-яй! И да, мы в 2018 году, в ноябре, это видео вам выкладывали. Виви-новостях. В 2019 году в Виви-новости продолжили эту тему, где Riot вроде обязались заплатить 10 миллионов долларов. И так оно и было. Riot планировали создать специальный фонд размером 10 миллионов долларов в компенсацию этим сотрудницам. Вернусь на английскую версию, потому что здесь их имена написаны. Так вот, бывшие работницы Riot Games, Мелани Маккракен и Джесс Негрон, подали заявку в суд, и Riot сказали, хорошо, мы вам заплатим 10 миллионов долларов, а потом создадим фонд, в который будем еще денежки складывать, чтобы все остальные девушки, которые будут обижены, тоже могли денежку оттуда получать. И получалось, что их две кандидатуры на получение этих денег, следовательно, гипотетически, по 5 миллионов они должны были получить. Уж не знаю, какая там система выплачивания была бы. Но эти девушки сказали, ай-яй-яй, мы себя ценим гораздо дороже. Да, напомню, что же там нарушали Riot Games, кому интересно. На самом деле, сотрудники просто иногда выбирали кандидатуру на какую-нибудь повышающую должность мужчину, также выбирали на какой-то проект, ставили во главу мужчину, также во время разных туров тоже брали мужчин, а не женщин, там в отпуск тоже отправляли раньше мужчин. Ну вот как-то так. Ну такие, знаете, сами Riot тогда оправдывались тем, что они выбирали на кандидатуру просто человека, который знает лучше, сюда выбирали более опытного, а в отпуск отправляли того, кому это действительно было необходимо. Он там где работал, мол, 5 лет подряд и без отпусков, поэтому его отправляют в отпуск раньше, чем женщину. Ну, суд это тогда не одобрил, и сказал, что вы должны будете это все же решить вопрос в пользу женщин. Riot были за, но девушки оказались не за, 10 миллионов было недостаточно, поэтому они обратились в калифорнийский State Agencies. Здесь в русской версии написано, как он называется, департамент, калифорнийский департамент справедливого найма. Калифорнии. Вот такой вот калифорнийский. Калифорнии не суть важна. И те сказали, девушки должны получить 400 миллионов долларов. Видимо, посмотрели, сколько примерно скины стоят, сколько примерно Riot Games зарабатывают за год, и решили отжать 400 миллионов. Ну тут уже Riot и своих юристов подключили, сказали, будем судиться. И с 2019 года, января-февраля месяца, когда все же 10 миллионов не получилось от купных закинуть, начался суд. Суд продлился до сегодняшнего дня, 2021 года, декабря. И, соответственно, Riot обязались выплатить 100 миллионов долларов. Суд постановил, вы обязаны, девушки все же были обижены, 100 миллионов долларов. И вроде все круто, да? Riot в PML, так им и надо этим женоненавистникам. Это компания, которая принижает женщин. Должны были заплатить эти деньги. Но вот маленькая есть проблема. Дело в том, что начиналось-то все с двух женщин. Но так как судебное расследование шло очень долго, многие женщины, которые работают в Riot Games, оказывается, их очень много, решили тоже урвать лакомый кусочек из этой цифры. И начали подавать свои заявки в этот же департамент, говорить, где их обидели. Кому-то, видимо, там не нравилось, как туалетная бумага лежала, кто-то стульчак не успел вовремя поднять из мужчин. Точнее, опустить. Поэтому женщины, может быть, и там были дискриминированы. Кто-то, может быть, съел чей-то сэндвич, а кто-то еще, действительно, может быть, пострадал. В итоге, все эти заявки были одобрены, и вместе получился коллективный иск в сторону Riot Games. И 2300 женщин теперь будут получать 100 миллионов долларов. Но так как этим иском занимался еще департамент справедливого найма Калифорнии, они решили себе забрать 20% за услуги. Итого, это 20 миллионов еще вычисляется из этого списка. Riot просто этому департаменту 20 миллионов отдадут, а 80 миллионов будет делиться между участниками коллективного иска 2300 женщин. И я обращаюсь к калькулятору, где, я надеюсь, ноликами не ошибся. Вот три, еще три. Того получается по 34782 рубля и где-то 30 центов еще, потому что здесь неровное число выходит. 34782, не рубля, доллара, конечно же, 34782 доллара будет теперь получать каждая девушка, которая подала иск. Ну и если девушка, которая подавала иск из-за стульчака будет довольна, то вот первые две девушки, которым предлагали 10 миллионов на двоих, наверное, сейчас сидят и думают, а на хрена мы это сделали? Так оно со всеми и будет. Жадность фраеров сгубила. Вот и все, ребят. Новости на сегодня завершены. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, я уложился в 10 минут. Нет, я не успел. Ну, бывает и такое. Ладно. Пока-пока, увидимся в следующем ролике, который будет совсем скоро. Новогодний ролик. Пока-пока, ребят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин